В эфире ОТС программа «Спортобзор». В ближайшие пять минут расскажем о самых интересных спортивных новостях Новосибирской области. В студии Кристина Латта. Здравствуйте. Сегодня выпуски «Победа новосибирцев» на международном турнире по тэквондо. Фестиваль ходьбы и перспективы развития национального вида спорта «Лапты». Меняй шаги на подарки. В Новосибирске штатовала акция «Гуляю каждый день». Она проводится в рамках Всероссийского дня ходьбы, организованного Олимпийским комитетом. День ходьбы – очень молодой праздник. Его отмечают у нас в стране только с 2015 года, а во всем мире больше 20 лет. Его цель – популяризация ходьбы как естественного и самого доступного вида физической активности. Новосибирский Всероссийский день ходьбы отметили впервые в 2017 году. Участники праздника прошли 2018 метров в честь предстоящей тогда Олимпиады в Корее. Преодолев эту дистанцию, горожане сделали около 3000 шагов, а это почти треть дневной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Ученые рекомендуют проходить 10 тысяч шагов в день. Один час обычной ходьбы сжигает 300 калорий. Задействует 45% мышц. После часовой прогулки организм вырабатывает гормоны счастья, которые стимулируют воображение и творческую активность. На 70% снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этом году программы празднования масштабнее. Так, с 14 по 27 сентября пройдет марафон шагов «Гуляю каждый день». А победители объявят 29 сентября на городском празднике спорта в Центральном парке. Новосибирские спортсмены завоевали медали международного турнира по тэквондо ВТФ. И тем самым набрали очки, которые необходимы для отбора на Олимпийские игры. Правда, шансы поехать в Токио пока небольшие. Между тем, тренер уверен, спортсмены уже готовы к участию в главных стартах с четырехлетия. Когда им наждают новосибирских представителей тэквондо на Олимпийских играх, расскажет Александр Вяткин. Хлесткие удары обеими ногами наносит Олеся Рубцова. Новосибирская спортсменка недавно завоевала бронзовую медаль на международном турнире под тэквондо «Раша Опен». Турнир престижный, а медаль увеличивает шансы выступить на Олимпийских играх в Токио через два года. У меня было три поединка. Первый был с представительницей Москвы, с чемпионкой России, призеркой Спартаке Ады летней. За выход в полуфинал я билась с представительницей Санкт-Петербурга, тоже призерка Кубка России. И в полуфинале я проиграла представительница Британии. На сегодняшней тренировке спарринг партнер Олеси Максим Емелькин. Юниор привез международного турнира серебряную медаль. Но свое выступление Максим считает неудачным, ведь ехал за золотом. Оно и понятно. Новосибирец ранее выигрывал чемпионат Европы среди юниоров. Утешением служит то, что Максим выступал не в своей весовой категории. Сопередники были тяжелее. Ожидал больше. В первом бою был спортсмен из Барнаула, второй был из Узбекистана, третий из Ростова и четвертый из Шахт. И сопернику Шахт не удалось его пройти. Медали и рейтинговые очки заработаны. Но шансы поехать в Токио через два года все равно небольшие из-за очень тяжелой системы отбора. Путевки на Олимпийские игры достанутся тем, кто не пропускает официальные соревнования. И чаще выигрывает золотые медали. Между тем, тренер спортсменов уверен, что новосибирцы смогут достойно выступить на главных соревнованиях четырехлетия. Возможно, через шесть лет, в 2024 году. Главное, не пропускать соревнования, на которых можно завоевать драгоценные рейтинговые очки. Шансы всегда есть. Но если мы наберем достаточное количество рейтингов, баллов, то тогда да. То есть по уровню ребята готовы. Дальше уже будет все зависеть от факторов, которые, скажем, будем дорабатывать, подрабатывать. Где-то вместе с администрацией области и города, где-то привлеченными средствами клуба. Ближайшие планы более приземленные. Уже в конце сентября чемпионат Сибирского федерального округа, который является отбором на чемпионат России. Максим и Олеся на турнир поедут исключительно за золотыми медалями. Вид спорта из нашего следующего сюжета олимпийской дисциплиной вряд ли когда-нибудь станет. Но он все равно пользуется популярностью по всей России. Это и сейчас о лапте – народной русской игре. Сборная девушек Новосибирской области стала победителем первенства России среди юниоров. Чемпионки шли к этому званию целых три года и в итоге уверенно заняли первое место. Соперниками кочаневских спортсменок были девушки из Краснодарского края, Челябинской области и Республик Башкортостан и Удмуртии. Всех их наша команда уверенно переиграла в первых турах, уступив лишь сборной Тюменской области в ничего не решавшей заключительной встрече. Все лаптистки – воспитанницы Кочаневской детско-юношеской спортшколы. Благодаря их победе лапта получит новый толчок к развитию в районе. В ближайших планах – создание областной спортивной федерации с базой в Кочанево. На этом выпуск завершен. Следите за новостями новосибирского спорта и в соцсетях. Вступайте в группу программы ВКонтакте и подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм. С вами была Кристина Лата. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова